Почти месяц как одесситы не ходят в школу, кинотеатры, торговые центры, чтобы максимально обезопасить себя от опасной болезни. Но строительный гипермаркет «Эпицентр» пошел по другому пути и решил не закрываться. Действительно, вдруг кому-то срочно на карантине понадобится купить саморез по металлу под шестигранник. И таких желающих, судя по количеству припаркованных машин, здесь много. Но на входе у каждого покупателя решили измерять температуру и проверять наличие маски. Так ли это мы сейчас проверим. При входе в магазин замечаю информационную табличку. Разрешено заходить не более десяти человек. Тогда откуда столько припаркованных машин и одесситов с тележками? Вот и первое нарушение, прописанное самой администрацией «Эпицентра». Дальше нас ждет санитарный блокпост. Вот сейчас при входе стоят такие пункты, где люди в защитных костюмах измеряют температуру. Интересно, какая будет температура у меня. Здравствуйте, могли бы вы измерить и сказать, какая у меня температура? Да, сейчас секундочку. Я же класс 36,1. 36,1. Прекрасно. Я могу заходить вовнутрь, да? Ну, как ни странно, мы заметили, что все такие бесконтактные термометры показывают почти всегда одну и ту же температуру у всех людей. В самом магазине явно больше десяти человек. Большинство в масках, но от этого легче не становится. Количество заболевших коронавирусом в Одессе с каждым днем увеличивается. Но у посетителей «Эпицентра» это не останавливает. Администрация якобы закрыла большинство строительных отделов. Но так кажется лишь на первый взгляд. Некоторые отделы в «Эпицентре» закрыли и повесили вот такие таблички. Еще видел там часовую «Непротюр». Но, как мы видим, по количеству людей можно спокойно зайти и продолжать покупать все, что тебе нужно. К примеру, отдел сантехники. Табличка висит, а покупатели продолжают выбирать ванны и унитазы. В отделе инструментов ситуация аналогичная. Дальше тоже печальная картина. Интересно, желающих отовариться на карантине всегда было много. Здесь так всегда много людей или только вот сегодня? По-разному. Больше, как обычно. Сказать не могу, как-то особо не замечаю. Возникает вопрос, почему все крупные торговые центры закрылись, а «Эпицентр» срывает джекпот. Сеть приравняла себя к аптекам и хозяйственным магазинам. Если продаются защитные маски, антисептики, бытовая химия и шоколадки на кассах, работать можно. Карантин во всей красе. Никто не соблюдает режим в эпицентре. Море людей не протолкнутся. И самое интересное, что никто не соблюдает дистанцию. Хотя об этом заявляли, что люди полтора метра друг от друга. Пожалуйста, держитесь подальше. Но посмотрите, на кассах просто огромные очереди. Интересуемся, что заставило одесситов поехать в строительный магазин, вопреки рекомендованной самоизоляции. Почему вы сюда решили приехать сегодня? Надо мне купить 2 килограмма болтов и уголков. Сейчас пойду покупать. А что нужно купить? Все, что вы видите, багет. Багеты? Да. А там очень много людей. Не боитесь? Не боитесь. Если работает эпицентр, значит все нормально. Если была какая-то проблема, они разрешили ему работать. Что покупали, если не секрет? Мы просто ходили за кофе. В эпицентр? Да, и там все закрыто. И вышли. То есть сейчас попить кофе можно только в эпицентре? Ну, мы надеялись, что там продают кофе. Мы первый раз за неделю вышли, поэтому нам нужно и самим прогуляться, и развеяться, и ребенку прогуляться нужно. Поэтому, ну, надо как-то выходить в люди, потому что надо. Спишь им такую беспечность, на острову необходимо сделать ремонт. Причем успеть завершить его до окончания карантина. А если серьезно, то вряд ли в данном случае обошлось без корыстных уступок высоких чиновников.